МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как живет и развивается столица Чувашия? Какие проблемы волнуют чебоксарцев? И как их решают городские депутаты? Вы узнаете в программе местное самоуправление. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выездные заседания коллегии Чебоксарского городского собрания депутатов одна из действенных форм работы народных избранников. Недавно они проверили эффективность деятельности многофункциональных центров Чебоксар и узнали, насколько быстро и легко можно получить государственные и муниципальные услуги. Как действовать в случае потери паспорта? Как оформить земельный участок и как получить регистрацию? Круг вопросов, который решает многофункциональный центр, широк. Офисы работают по принципу одного окна, то есть подать заявление и получить необходимые документы можно в одном месте. При этом не имеет значения, в каком районе или городе находится человек. Система объединяет все офисы МФЦ. Для жителей юго-западного района созданы все условия. В микрорайоне несколько лет назад открылся офис «Мои документы». На Ярославской, да, ведь у нас первый КТО, там народу много всегда. А здесь спокойно приходишь и всегда без очереди можно. Вот я, например, с ребенком маленьким, мне сюда удобнее даже, хотя я не в этом районе живу, приезжаю сюда. Достаточно часто приходится пользоваться, потому что я индивидуальный звуководитель. Конкретно в этом районе второй раз. Качество служения прекрасное. Буквально пришла и сразу через две минуты меня пригласили. Время ожидания консультации в среднем 15 минут. Комиссия обратила внимание на целый ряд аспектов. Это проблема очередей, доступность госуслуг для людей с ограниченными возможностями внедрения системы обращения через интернет и даже интерьер помещений. В декабре прошлого года открылся новый центр в Новоюжном районе. 32 окна и два зала ожидания. Народные избранники решили лично проверить, как работает система приема обращений. Выплата на питание ребенка. Посмотрим, что такое подача документов. Там очень удобно для каждого. На сегодняшний день в столице Чувашии работают три офиса «Мои документы». 90 окон обеспечивают охват населения более чем 90%. Однако и этого уже недостаточно. Депутатов заинтересовал вопрос о строительстве дополнительного центра в северо-западном районе Чебоксар. Рабочий проект кейс прошел экспертизу на 20 окон. Время свои корректированного вносит. Я даже думаю, там можно не 20, а 25 окон разместить. В целом, работой офисов депутаты остались довольны. Все сотрудники работают быстро и слаженно. Мы убедились по качеству, очередей нет. То есть, да, работа организована, слажена. При входе дают консультацию, можно получить талон. Есть определенные моменты по кадрам, озвучил руководитель наукционального центра. Есть определенные моменты по документам обороту между ведомствами. Но в целом, работа вызывает определенные восхищения, удовлетворения. Комиссия по местному самоуправлению депутатской этики ставит перед собой широкий круг задач. Она занимается разработкой проектов решений собраний депутатов. Готовит предложения, которые в последующем вносят на рассмотрение. Контролирует исполнение нормативных актов. Мы же должны продолжить те социальные направления, работу во благо граждан. Это благоустройство дворовых территорий. Это также продолжить строительство велосипедных дорожек. Это освещение территории. Законодательная власть, депутаты исполнительная власть работают в команде конструктивно. Мы друг другу помогаем и дополняем. Многие депутаты выбраны в Горсовет по одномандатным спискам. Они не один год представляют интересы своих избирательных округов. Самое главное присутствует обратная связь. Люди приходят в общественные приемные. Если они приходят, значит мы им нужны. Значит они верят, что мы им помогаем. И получается решить какие-то дела. Да, есть определенные вопросы, которые неподвижны нам, муниципальным депутатам. Да, но мы это выносим на региональный уровень, на федеральный уровень. Мы это застраиваем внимание и подсказываем власти, администрации города, как это исполнить. Чебоксарское троллейбусное управление – один из крупнейших перевозчиков Чебоксар. На его долю выпадает более 60% пассажиропотока. Однако в последние годы предприятие работает в убыток. О причинах и о возможных путях решения проблем говорили на очередном выездном заседании. Добраться до троллейбусного управления народные избранники решили не на служебных автомобилях, а на общественном транспорте. И к горожанам ближе, и проблемы очевиднее. Дневное время не пиковое, однако пообщаться с чебоксарсами депутатам все же удалось. В первую очередь их интересовало, сколько времени приходится ждать транспорт, насколько комфортно в нем ездить и адекватны ли тарифы на проезд с точки зрения пассажиров. Когда ты спешишь, то читаем маршрутные дописки. Быстрее ездят, да? Быстрее ездят, да. А так троллейбусе удобнее для вас, или как? Проездной берем. То есть здесь финансовый вопрос тоже имеет значение? Имеет значение, конечно. Поговорили и с сотрудниками, работающими на маршруте. Абсолютно ничего, не устраивает. График работы, зарплата. Сколько вы получаете в среднем месяце? В среднем месяце у нас 10 тысяч. На руки? На руки. Получив ответы из первых уст, депутаты направились на само предприятие. В центральной диспетчерской контролируют движение на всех маршрутах, в том числе и с помощью системы ГЛОНАСС. Сейчас программа работает в тестовом режиме, полностью запустят в сентябре. Каждый троллейбус отражается, где, в какой точке на данный момент времени он находится. И далее, если вдруг есть какие-то задержки или отклонения от графика движения, уже принимаются оперативные меры. Ежедневно на улице Чебоксар выезжают 206 троллейбусов, которые курсируют по 18 основным маршрутам. Одна из основных проблем – изношенность подвижного состава. Обновляли парк два года назад за счет средств городского бюджета приобрели две единицы техники. Своих средств хватает только на замену запчастей и ремонт салонов. Для нормальной работы предприятия необходимо ежегодно выпускать на линии около 20 новых троллейбусов. В среднем управление перевозит около 180 тысяч пассажиров в день. За последние годы доля предприятий на рынке транспортных услуг снизилась. Высокую конкуренцию составляют частные перевозчики. Чтобы уменьшить собственные расходы, компания оптимизировала троллейбусную сеть. Сегодня надо просто рассматривать вопрос более емкого, так сказать, пассажирского транспорта, большой вместимости. Очень подробно и транспортные отделы, и город сегодня занимается этим вопросом. Вот оптимизацию конкретных машин на конкретных маршрутах с учетом приоритета троллейбуса. Основная статья расходов – страховые взносы и энергоресурсы. Уже несколько лет предприятие работает в убыток. В качестве действенной, но непопулярной меры руководство троллейбусного управления предлагает повысить тарифы на перевозки. Ну, столь непростой ситуации мы сразу с насколку не можем сейчас сказать решение. Но мы будем, конечно же, это обсуждать на следующей нашей комиссии. Думаю, что, конечно, на такой прям серьезный шаг, на такое резкое увеличение мы не пойдем. Ну и не мы вообще увеличиваем. Это кабинет министров только у нас в Чувашской республике может принять данное решение. Вот, возможно, мы выйдем с таким предложением. В госслужбе Чувашии по конкурентно-политике тарифам прокомментировали возможный рост тарифов. Всегда повышение тарифа – это заявительный характер. То есть предприятия, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, они должны обратиться с заявлением регулирующего органа. И конкретно заявление все обосновывающие материалы должны представлять. На сегодняшний день таких документов не представлено. Заявление в троллейбусном управлении к нам не обратилось. Ситуации в троллейбусном управлении знакомы на самом высоком уровне. Министр транспорта России Максим Соколов, побывав в Чебоксаров в конце апреля, предложил руководству заключать контракты с лизинговыми компаниями. Это один из вариантов решения проблем, благодаря которому крайние меры могут не понадобиться. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания.